МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, дорогие телезрители! Здравствуйте! Сегодня 16 февраля, с вами программа «День веков. Хронограф». Я Евгений Воскресенский. И я Юлиана Шахова. Сегодня 16 февраля, вы смотрите программу «День веков. Хронограф». 16 февраля 1959 года Фидель Кастро Рус занял пост премьер-министра революционного правительства Республики Куба. Со студенческих лет Кастро активно участвовал в революционном движении и выступал против политики США на Кубе. Кастро и его сторонники были арестованы и высланы за пределы Кубы. За границей Кастро организовал движение, целью которого было вооруженное свержение режима главы Кубы Фульхенсио Батисты, поддерживавшего США. В конце 1956 года Кастро и 81 его сторонник совершили плавание на яхте Гранма от Мексики, где они находились, к берегам Кубы. В первом бою с правительственными войсками революционеры были разгромлены. Но 12 человек во главе с Кастро смогли пробиться в горы Сьерра-Маэстро. Там они развернули партизанскую войну. Кастро организовал повстанческую армию, которая в течение трех лет распространила свои действия на другие районы Кубы и в решающих боях в конце 1958-го сумела разгромить правительственные войска. Кастро сформировал новое правительство Кубы из числа своих соратников и революционеров. И в феврале стал в нем премьер-министром. О том, как развивать страну дальше, на этот счет единого мнения у членов правительства не было. В итоге в мае был издан исторический декрет об аграрной реформе. В соответствии с ним богатые кубинцы лишились крупных частных хозяйств, а иностранцы – право землевладелия. В результате 40% земель перешло в государственный сектор сельского хозяйства, а остальное распределено среди кубинских крестьян. Реформа нанесла экономический удар по американским сахарным компаниям и вызвала недовольство США. В 1961 году Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Кубой. В поисках союзников в противостоянии с США Кастро обратился к СССР, который оказал полную поддержку революционному правительству Кубы. И еще пару фраз о социалистическом обществе. 16 февраля 1973 года в СССР при обмене партийных документов членский билет с номером один выдали товарищу Ленину. Владимир Ильич, который хотя и считался живее всех живых, на самом деле уже почти 50 лет лежал к этому времени в мавзолее. И поэтому поблагодарить ЦК КПСС за оказанную ему честь никак не мог. Билет номер два выдали тогдашнему генсеку КПСС Брежневу. Он тоже не сказал в ответ ничего разумительного, но все равно был очень доволен, поскольку очень любил награду. Это был факт общеизвеста. Левша, очарованный странник, тупейный художник, леди Магбет Нценского уезда, человек на часах, на краю света. Эти произведения считаются жемчужинами русской литературы. А кто написал их, помнишь? Ну, конечно, Николай Семенович Лесков. Великий русский писатель появился на свет 16 февраля 1831 года в семье мелкого чиновника. Внук священника Лесков всегда подчеркивал свою родовую связь с ословием, изображение которого считал своей специальностью в литературе. Первоначальное образование Николай Семенович Лесков получил в доме богатых родственников. В 1841 году он поступил в Орловскую гимназию, которую ему не удалось окончить. На 16-м году он потерял отца, а имущество семьи погибло при пожаре. Лесков поступил на службу в Орловскую уголовную палату суда, давшую ему хороший материал для будущих произведений. Это точно. Одна леди Магбет чего стоит? Кстати, свою писательскую деятельность он уже начал со статей и фельетонов. Не знаю, насколько хорош он был в этих жанрах, но вот повести, рассказы многие с удовольствием читают и в наши дни. Я лично очень люблю Левшу. Какие образы, какие люди появляются на его страницах. А язык? А стиль? Лесков говорил, «Я смело, может быть, даже дерзко думаю, что знаю русского человека в саму его глубь и не ставлю себе этого ни в какую заслуги». Левша стал олицетворением таланта и преданности нашего народа в былые времена и прославил своего автора. Вспомним финал Левши, когда герой, забытый и отвергнутый Родиной, не перестает беспокоиться о ее славе и судьбе. Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят. Пусть, чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог войны, они стрелять не годятся. Кстати, 16 февраля 1872 года в Мариинском театре Петербурга состоялась премьера оперы Александра Сергеевича Дрогомышского «Каменный гость». Мысль написать оперу на полный неизменный текст Пушкинского «Каменного гостя» возникла у Дрогомышского в 1863 году. Тогда, как он сам и говорил, он отшатнулся перед колоссальностью этой работы. Однако замысел был столь увлекательным и новаторским, что композитор все-таки начал писать отдельные сцены. Дрогомышский не был уверен в успехе и поначалу рассматривал свою работу как опыт, как творческую разведку. В одном из писем он сообщал, «Забавляюсь над Дон Жуаном Пушкина, пробую дело небываемое, пишу музыку на сцены «Каменного гостя», так как они есть, не изменяя ни одного слова. Тем временем сочинение оперы продвигалось, хотя и недостаточно быстрыми темпами композитор страдал от болезни сердца. В апреле 1868 года Дрогомышский уже мог сообщить друзьям, что «Каменный гость» готов на три четверти, а в ноябре, что опера близка к завершению. И все же закончить ее автору не удалось. После смерти Дрогомышского, в соответствии с его желанием, «Каменный гость» был дописан по авторским эскизам Цезарем Кви и оркестрован Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым. Премьера оперы состояла 16 февраля 1872 года, но вскоре она сошла с подмозгом. А новая постановка состоялась в 1906 году, уже в редакции Римского-Корсакова. 16 февраля 1925 года в Лондоне родился Джон Шлезингер. Окончив Оксфорд, играл в 50-е годы характерные роли в театре и кино. Шлезингер работал режиссером на BBC. Награда «Золотой лев» фенецианского фестиваля за документальный фильм «Терминал» о жизни большого лондонского вокзала позволила режиссеру снять первую игровую картину «Такая вот любовь». Наиболее известной картиной Шлезингера стал «Полуночный ковбой», снятый в США. За него режиссер в 1969 году получил премию «Оскар» за фильм и режиссуру. На календаре 16 февраля. На экране программа «День веков. Хронограф». Наша программа подходит к завершению, но прежде расскажем о народных праздниках и приметах. 16 февраля Православная Церковь почитает праведных Симеона Богоприимца и Анну Пророчицу. Симеон Богоприимец – покровитель младенцев. Ему адресуется молитва о сохранении их здоровья. С этого дня начинали чинить летнюю сбрую, готовить к весне полевой инвентарь и семена для посева. Крестьяне и помнили, чем раньше примешь за хозяйство, тем больше весне угодишь. А еще этот день считался днем борьбы с нечистью. Существовало поверье, что в эту ночь домовой может заездить коня. Чтобы он не баловал, пока хозяева сбрую чинят, к лошади привязывали кнут, рукавицы и анучи. Верили, домовой их за хозяина примет и лошадь не тронет. Иногда для его усмирения звали знахаря-ведуна, который резал во дворе петуха и, выпустив кровь на веник, обметал им все углы в хате и на дворе. Вот после этого можно было успокоиться. Ну что же, начинаем готовиться к весне и желаем, чтобы шалости домового обошли вас стороной. Вы смотрели программу «День веков. Хронограф». С вами были Юлианна Шахова. И я, Евгений Воскресенский. Редактор субтитров А.Семкин